Три месяца назад Бернадет и ее соседи были вынуждены собрать все самое ценное и покинуть свои дома из-за сильных наводнений в бельгийском городе Шафонтен. У Бернадет двое детей. Она вспоминает о том, что пережила ее семья, как будто это было вчера. Вода затопила дорогу и начала подниматься к домам. Мы решили выложить мешки с песком перед нашими дверями. Все соседи помогали друг другу. Но вскоре мы увидели, что подтопило автостоянку. Нам пришлось переставить мусорные контейнеры на уровень выше. Все это еще было похоже на забавное происшествие. Но ранним вечером Бернадет уже спешно собирала личные вещи. Местные жители, никогда ранее не встречавшие такого разгула стихии, были глубоко потрясены. Посмотрите, вода дошла до этого уровня. Ученые предупреждают, что в результате климатических изменений, наводнения и другие бедствия станут все более частыми явлениями. Бернадет Лейманс посвятила 17 лет изучению вопросов, связанных с изменениями климата. Она пишет книгу, в которой хочет поделиться своим новым статусом перемещенного лица по климатическим причинам. Я чувствую себя климатической беженкой, поскольку мне пришлось покинуть мой дом. Этому термину еще необходимо дать четкое юридическое определение. Однако данный феномен уже сейчас изучает голландский профессор Франк Бирман. Его исследования показывают, что изменение климата может вызвать самый серьезный миграционный кризис в истории человечества. Это коснется, в частности, населения Азии и Африки, которая будет вынуждена перемещаться в сторону Европы. Во второй половине нашего века мы рискуем столкнуться с масштабным миграционным кризисом по причине изменения климата. Все будет зависеть, я на этом настаиваю, все будет зависеть от мер по противодействию изменению климата, которые разрабатываются и проводятся уже сегодня. Еще не поздно повлиять на эту ситуацию. Я не призываю паниковать, я не пессимист. У нас есть возможность остановить разрушительный процесс. Но если этого не произойдет, климатические миграции могут стать серьезной проблемой. Для этого важно, чтобы мировые лидеры, собравшиеся на КОП-26, ставили перед собой амбициозные задачи. Глобальный климатический саммит — это всего лишь один из инструментов. Я думаю, важно, чтобы политики предприняли все от них возможное, ведь у них в руках власть. Но мы, простые граждане, не можем оставаться в стороне. Все мы должны действовать вместе. Какими бы ни были итоги конференции ООН по изменению климата, время не повернуть вспять для бельгийского города Шафонтена, который пострадал от катастрофического наводнения. Субтитры создавал DimaTorzok